Санкции США можно смягчить только использованием биткоина. Из-за санкций США лица России вынуждены сбрасывать американские активы и доллары и делать огромные инвестиции в биткоин. Центральный банк России имеет 466 миллиардов долларов резерва и должен диверсифицировать свою деятельность в случае ограничения возможностей. Откажется ли Россия от доллара США в пользу биткоина? Что является альтернативой доллару? Как обвал евро и желтые жилеты связаны с биткоином? Обсудим это сегодня. Кроме этого я хочу узнать ваше мнение. Откажется ли Россия от доллара? Поэтому в телеграме я создал опрос. Вы можете зайти и проголосовать. Ссылка на телеграм будет в описании. Давай заставочку. Итак, это одна из тех новостей, которые базируются на высказываниях какого-то профессора, какого-то университета. На самом деле, доверие такие статьи у меня вообще не вызывают, но все-таки давайте проанализируем, возможно ли это. Также я затрону тему и другой страны, чье политическое пространство выглядит многообещающим для биткоина. Давайте начнем с того, что сказал российский президент Владимир Путин. Мы не хотим отойти от доллара. Этот доллар удаляется от нас. Те, кто принимает такие решения, стреляют себе не в ногу, а если сказать деликатно, далее вверх по телу. Думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что доллар США немного сдает позиции в качестве мировой резервной валюты. Поэтому такие высказывания российского лидера только усугубляют ситуацию. В эксклюзивном интервью изданию МИКи Владислав Гинько из Российской Академии Народного Хозяйства и Государственного Управления при президенте Российской Федерации заявляет, что новые санкции США заставят Кремль дифферсифицировать свои резервы денежных средств и вложить их в биткоин. Гинько, который имеет связи с правительством более 20 лет, говорит, что этот шаг состоится через несколько недель. Возможно, вы одни из тех скептиков, говорящих, да нет, такого никогда не случится. Это подается только для создания искусственных надежд. И в некоторой степени я с этим соглашусь. Но и идея эта не настолько плоха, как может показаться на первый взгляд. Если вы хотите уйти от доллара, то биткоин ваш идеальный помощник, не так ли? Если вы хотите что-то независимое, биткоин тоже подойдет. И если вам нужно что-то, что увеличивает свою ценность с течением времени, биткоин – это то, что нужно. Поэтому будущее, в котором правительства будут вовлечены в биткоин, не кажется мне утопическим. Давайте приведем пример. Допустим, вы страна, и вы абсолютно настроены против биткоина. Что вы будете делать, если все остальные страны в мире начнут принимать биткоин, начнут инвестировать в биткоин и начнут его использовать? А вы, как страна, негативно настроенная против биткоина, останетесь в стороне. Я о том, что никто не хочет остаться за бортом. Ни человек, ни институционал, ни даже правительство. Поэтому, как только какая-то большая страна начнет инвестировать в цифровые активы, особенно в биткоин, шансы, что и другие страны не захотят оставаться вне игры, достаточно высоки, с моей точки зрения. Если это произойдет, мы увидим яркий принцип домино, цепную реакцию, называйте как хотите. Конечно, мне вообще не верится, что Россия откажется от доллара в пользу биткоина. По крайней мере, уж точно не в ближайшие недели, как говорится в этой статье. Но, если я ошибусь, я не буду расстраиваться. Говоря о долларе и биткоине, посмотрите на этот пост. Просто дружественное напоминание. Каждые 24 дня национальный долг Америки растет на цифру, которая больше всей капитализации биткоина. Речь о 70 миллиардах долларов. Первый комментарий, кстати, позабавил. Вау, как мне инвестировать? И второй. Если ты американец, то, скорее всего, ты уже в этом на всю котлету. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, грустно. Вы можете верить или не верить, но мне кажется, что с американской монетарной системой явно что-то не так. И однажды люди поймут, что именно. Тем не менее, у нас никогда не было альтернативы до появления биткоина. А биткоин уже альтернатива. Говоря о людях, которые недовольны сложившейся системой, сложно не упомянуть Францию. Желтые жилеты во Франции восстали против банков и угрожают обвалить евро. Как это связано с биткоином? Всем тем, кто вообще не в курсе, что происходит во Франции, вот вам небольшой видеоотрывок. В этом видео никакой политики, только биткоин. Поэтому я не буду обсуждать, почему это происходит во Франции. Но похоже, что это будет происходить до отставки нынешнего президента. Кстати, если кто-то из зрителей этого видео находится во Франции, напишите в комментариях, что там на самом деле происходит. Возвращаемся к статье. Ребята, важность этого события неоценима, так как во Франции уже более 40 лет предъявляют претензии к частной банковской системе. Известный французский боксер Николе Максим и вовсе призывает своих фанатов выводить деньги из французских банков. А теперь подумайте, что будет, если участники этих протестов выведут все свои деньги из банков и инвестируют их в биткоин. Таким образом выражая бойкот евро, который они угрожают обвалить. Я понимаю, что это звучит смешно и нереалистично, но Париж уже в огне. В какое сумасшедшее время мы живем. На самом деле речь не только о людях, которые разочаровались в своем правительстве, но и о компаниях. Существует социальная сеть gap.com, если вы вообще такой слышали. Ею пользуется 850 тысяч человек. 9 января 2019 года в их официальном твиттере выходит сообщение всем пользователям, в котором площадка знакомит их с биткоином. Дорогие пользователи Gap. Как многие из вас знают, в последние месяцы цензурная война только набирает оборотов. Не только сотни тысяч людей каким-либо образом ограничиваются или наказываются за высказывание политических мнений в социальных сетях, но теперь и множество влиятельных альтернативных средств массовой информации просто добавляются в черный список. Блокируются платежные системы, процессы и даже банки. Нас это тоже не обошло стороной. Платежные системы PayPal, Stripe, Coinbase и BitPay заблокировали нам возможность транзакций. Если вы хотите поддержать альтернативные средства массовой информации, ваших любимых контент-мейкеров и свободу слова в интернете, вам нужно узнать о биткоине. Биткоин — это деньги свободы слова. Ни банк, ни корпорация, ни правительство не может остановить его. Биткоин не подвержен цензуре. Вместо того, чтобы вкладываться в банки, которые могут рухнуть в любой момент, как в Венесуэле, вы можете довериться цифровому золоту, поддержанному математикой и децентрализованной сетью майнеров, которые подтверждают легитимность транзакций. Судя по всему, ребята, лет через 30 заголовок «Падение Федеральной резервной системе США будет реальности». А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. А также заходите в Telegram поучаствовать в опросе и можете подписаться, там выходят статьи, которых больше нигде нет. Это подписки, которые я покупаю за свои деньги и перевожу для вас. А также не забывайте о моем мониторинге обменников, на котором вы можете обменять криптовалюту или валюту по выгодным курсам. Там, кстати, уже есть двойной обмен и даже кэшбэк. Все ссылки будут в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова